Декабрь Я понимаю, что это шутки, которые гуляют в телеграме, но, как мы все с вами понимаем, вдоль шутки, в каждой шутке есть только доля шутки. 2019 год. Мы все с вами каждый год, и здесь Сергей справедливо сказал, ждем, что наступит революционная ситуация, все перевернется, прилетит черный лебедь, и мы все с вами пойдем и свергнем эту всем нам ненавистную власть. К сожалению, этого не происходит, и говорить о том, что это произойдет в 2020 году в условиях продолжающегося гниения и в условиях построения вот этого гниющего общества всеобщего потребления, ну, я думаю, будет чересчур оптимистично. Хотя, опыт и перестройки, и того, что было в 90-е годы, говорит о том, что перемена ситуации, возможно, в самый неподходящий момент, когда этого не ожидает власть придержащая, и, к сожалению, не ожидает и в том числе и оппозиция. Если говорить по теме нашего с вами, ну, скажем так, обсуждения. Итак, 2019 год. Сергей правильно сказал, перемены в массовом сознании. Люди ждут и выступают не за сохранение стабильности, а за перемены. И ключевое, по данным Института социологии, это 57% возвращение социальной справедливости. Еще свыше третий граждан, это общедемократические права и свободы. Замечательно. А где же тогда вот наши стройные ряды протестующих? Осмотрим другое исследование. Оказывается, что тех, кто желает хоть что-то, поднять свою задницу от телевизора или от смартфона, или от чего-нибудь другого, и заняться подписанием петиций на 10% меньше, участвовать в голосованиях на 3% меньше, выдвигаться кандидатом в депутаты еще меньше. То есть типичная ситуация гниения и разложения общества, когда говорят, ну вы там коммунисты, да, вот вы идите, вы там левый фронт, вот идите, мы посидим и посмотрим. И собственно говоря, вот это одно из ключевых противоречий ушедшего года. Да, Москва показала пример протеста, но мы тоже с вами должны понимать, что этот протест уже, как говорится, зачастую оседлан опять либералами. И КПРФ и левый после пенсионной реформы 2008 года, 2018 года, потеряли доминирование в протестной повестке. Да, мы на площадь проспект Сахарова выводили 30-50 тысяч человек на протесты. Сейчас только же опять выводят под общедемократическими лозунгами либералы. Что происходит? Происходит перезагрузка вот этих вот самых младых либералов и возвращение младых лицинистов. По сути дела, та ситуация 90-х годов воспроизводится. Да, с другой стороны, мы имеем радикализацию левой молодежи. У меня тут постоянно говорят, что ты приводишь пример архангельского мальчика, который взорвал себя у ворот ФСБ во имя светлого коммунистического будущего. Мы понятно, и мы как оппозиция осуждаем такие методы, в том числе террористические. Но, значит, все вот эти вот уголовные дела, которые ведут против молодежи, они ведь не на пустом месте. Это говорит, что и радикализация идет, в том числе и в молодежной среде, и на левом фланге. И вот здесь, как бы, две стороны. Либералы, подпитываемые, в том числе и Газпромами, всеми госструктурами, и те, которые сейчас пытаются вернуть нас в те лихие 90-е. И, с другой стороны, левая молодежь. Это, скажем так, очевидная тенденция прошлого года. Очевидная тенденция. Следующее, и здесь я отсылаюсь опять к анализу Зюганова на последнем по времени пленуме ЦК КПРФ, страна приближается к политическому и социально-экономическому дефолту. Вот мне скажут, ну опять вы там со своим Зюганом каркаете и так далее, опять вы там предрекаете всякие катаклизмы. Задача партии, в том числе и крупнейшей оппозиционной, предупредить общество, чтобы потом не говорили, а вы, коммунисты, вы левые, нас не предупреждали. В чем видится вот это наступление дефолта? А микродефолты. Первый микродефолт мусорный, да? Мы видим протест, русский север взорвали. Не только русский север, русское нечерноземье взорвано. Мы сейчас видим мусорные протесты в Сибири, то есть проблема есть. Государство и тот олигархат, который пытается на этом прокормиться, по сути дела загоняет проблему в тупик и ставит только цель извлечения прибыли. Следующая проблема капремонт. Сколько левые боролись против вот этого закона? А теперь оказывается счетная палата проверила, что только через 40 лет и то не будут выполнены те задачи по капитальному ремонту жилья. К этому все обрушится. И теперь, сегодня кстати в Думу внесли о том, чтобы за материнский капитал проводить капитальный ремонт. Ну приехали, да? Людоедство как продолжалось, так и продолжается. Следующая проблема микродефолт здравоохранения. Опять господин Путин приезжает, ему подняли как тому вию веки, и он увидел, что оказывается первичное звено здравоохранения у нас никакое. И стойки в очередях, и отсутствие квалифицированной медицинской помощи становится уже, ну скажем, проблемой из проблем. Следующий микродефолт, который очевиден. Я извиняюсь, как там у нас Путин заявлял? У нас будет патриотизм и победы в спорте национальной идеи. ВАДА и все вот эти вот самые допинговые скандалы, все слили ваш этот самый спортивный патриотизм в канализацию. И оказалось, что спорт высших достижений, которые вы нам предоставляли со всеми этими там депутатами-единоросами, из-за них, собственно говоря, весь конфликт, их имена не озвучивают эти все престижные олимпийские чемпионы, которые заполнили государственную думу, они завязаны в этом допинговом скандале. И теперь Российскую Федерацию нам угрожает, что мы не будем присутствовать во всех этих самых международных соревнованиях, которые являются одной из скреп современного путинизма. Дефолты, дефолты, микродефолты наступают. Я не говорю про сокращение кормовой базы олигархата. Это есть. Приводит ли это к политизации населения? Социология говорит, что пока нет. Значит, небольшой подъем политизации протестных настроений есть, где мегаполисы, крупные города и там, где пролетел черный лебедь. Я имею в виду закрытие предприятий с голодовками. У нас народ не может забастовками заниматься. У нас народ почему-то решает причинить себе ущерб и начинает голодать. Думает, что власть от этого его пожалеет. Да не пожалеет. Мрите вы. Такая у них, по крайней мере, философия. И вот этот вот протест, пока он точечный и не скапливается по всей стране. Следующая проблема выборная. Выборная проблема. Мы в этом году, как, ну скажем так, крупнейшая оппозиционная партия, выступили, ну скажем так, между тройкой и четверкой на выборах. Да, скажем так, регионы были не очень дочные. Татарстан, Северный Кавказ. Значит, средний результат партии 16%. Год назад был свыше 20 уровень поддержки. Значит, просели, просели. Впервые, собственно говоря, Компартия сейчас перед большой проблемой, я как человек, который в том числе занимается выборами, произошло обессмысливание участия в выборах. И это та проблема, о которой сегодня руководство партии говорило. Ну ладно, я в данном случае буду эксперт выступать. А какой смысл участвовать в выборах, если наш самый успешный губернатор подает в отставку под давлением? Значит, мы опять самое, что делать будем? Разойтись, выпить пиво. Что вы делаете в Государственной Думе? Товарищи, пожалуйста. Я в Государственной Думе ничего не делаю, я сплю. Да, значит, губернатор, пожалуйста, ушел. По Бортко, я, честно говоря, местное партийное отделение поставило вопросное исключение из партии. Пока вопрос не решен. Я думаю, что вот эти вот две тенденции, которые есть и в крупнейшей оппозиционной партии, они, ну скажем так, они и тревожны, они и тревожны. Но и с другой стороны, то, что сейчас было на митингах, и вот эта вот радикализация партийных отделений, которые нам показали митинги 14-го числа, они вселяют надежду, что давление общества, осознание ситуации будет радикализировать КПРФ и будет понуждать их в более активной деятельности защиты интересов трудящихся. Вот, собственно говоря, мой анализ того, что происходит. Вот я не буду касаться международной ситуации, извиняюсь, у Владимира Владимировича тут полный швах, чтобы он нам не доказывал, не договаривался, и для него полная неожиданность то, что там произошло. Но, слава Богу, сдачи Донбасса пока не произошло. Пока не произошло. Но, как говорится, никто от этого не застрахован. Сдачи Курил, как это самое предвиделось еще в начале года, когда пытались выторговать за снятие санкций и сдачу Курил, тоже пока не подошло. То есть, пока идет национальная измена в форме чего? Вывоза капитала, обескровливание страны в виде, скольки там, 15 крымских мостов. Вот сегодня, кстати, оказалось, провели цифру, что благоустройство в Москве это 1,7 триллиона рублей за последние годы. Это больше, чем Крымский мост. Ну, если Крымский мост, это хоть какой-то результат виден, то благоустройство в Москве это бесконечная смена бордюров. То есть, это просто узаконенное воровство. Так что, если говорить об итогах, год гниения, год нереализованных надежд общества на восстановление социальной справедливости, год тяжелой позиционной борьбы, которую вели в том числе и левые силы, год сохранения определенных позиций, но не прорывов, как это было в 2018 году, будем надеяться, что 2019 год приведет к росту политизации населения и, соответственно, к росту политической активности. Потому что, как там, выбор между холодильником и телевизором? Телевизор уже проиграл. Мы видим, как соцсети пытаются завоевать партии власти. Собственно говоря, вот здесь перемещается фронт основной, скажем так, идеологической пропагандистской работы. Поэтому все вместе пытаемся изменить ситуацию к лучшему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!